Каждый вечер для меня это одиночество и скука. Переключаю каналы и страдаю от безделья. Не хочется так бездарно проживать свою жизнь. Дело было вечером, делать было нечего, но ведь это не про нас с тобой, ведь правда. Сидеть дома в одиночестве, скучая, какой ужас. Всегда можно придумать что-нибудь такое, чтобы жизнь уже не казалась такой серой и одинокой. А что, если сделать вот что? Придя домой, сварить с Гринтвейн и укутавшись в плеть, залезть ногами на диван и посмотреть хороший фильм. Я, как любительница синематографа, для начала рекомендую определиться с жанром фильма. Все зависит от того, что вам хочется сейчас. Посмеяться, поплакать, покричать от страха или же от восторга. А можно вообще устроить вечер просмотра советских мультфильмов. А я еще крестиком вышивать умею, говорил Кот Матроскин. Вот уж кому точно было не до скуки по вечерам. Наборы для творчества предполагают некую деятельность, направленную на получение видимого результата продукта. А хочешь иметь свой собственный театр и быть меморежиссером, достаточно сшить куклу. Шей, лепи, мастери, рисуй, раскрашивай, выжигай, занимайся моделированием, собирай пазлы. Надо же, тысяча деталей. Думаю, на пару вечеров я нашла себе занятие. Посмотри на цены. Может быть, тебе захочется купить все и сразу? Кто не мечтал о своем собственном свечном заводике? Вот он он. При помощи материалов можно создать вот такие шедевральные гелевые свечи. А потом ты будешь удивляться, что вечера летят незаметно и времени на все не хватает. Читай книги «Будь личностью» – такой слоган новой социальной рекламы, в которой приняли участие известные в России люди. Проглотил собачье сердце в 14 лет. Ночь с Мартином Иданом была незабываемой. Знаменитости призывают читать и правильно делают. Любители фантастических боевиков могут заинтересовать новинки из серии «Сталкер». Женщины любят книги по психологии, иронические детективы и романы. А для детей вышел вот такой прикольный детектив. Выбирая, какую книгу почитать, ориентируйся на свои собственные представления, желания и увлечения. Детективы, фантастика, классика, кулинария или психология. А звука здравомыслия, охота за настроением, как стать здоровым, богатым и счастливым – эти книги займут достойное место в моей домашней библиотеке. А может, благовещенец, ты сам начнешь писать мемуары? Присмотри себе ручку, карандаш для своих нетленных рукописей. Я недавно такое вычитал. Легкий способ бросить курить. А мои украшения из бисера. Подруги оценили и думают. Что я ходячая энциклопедия. А спасибо за нескучные вечера, скажите мне, Татьяне, лежу мне по рубрике.